МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во святослужбе информации Толярадо компании Гомелюстуды и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Во всех православных храмах Беларуси сегодня проходят святошные богослужения с нагодой дня на рожение Христового. У свято-петропавловским кафедральным собором Гомеля разом с иншими верниками побывали наши корреспонденты. Доброчинный визит. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан наведал центральную городскую дитяшую поликлинику в Гомеле. Чаровники, которые проживают в Лясковичах, в леске Дед Мороз запрашивают гостей в свою резиденцию. А сейчас об этом иншим больше подробно. Не человек шукает Бога, а Бог человека. Такие слова гушали сегодня, паша с богослужения с нагоды дня на рожение Христового, которое прошло в свято-петропавловском кафедральном соборе. А в том, какое значение для православных христиан мае это свято с прославниками духовенства и приходжанами. Погутарила Марина Джалая. Рабить добро, что день, до этого православия обовязывая кожного верника. Причем масштаб добрых справ немае особливого значения. Можно подтримать человека, якому зараз тяжко, наведать хворых, подарить тепло покинутому батьками детяти. Головные кабномеры были светлыми и шли от сердца. Приходжане у свято-петропавловский собор и шли безупынно. Вельми многие с маленькими детьми. Знадворьем нароство пошанцевало. Нулевая температура и затише. Небыто и природе передалось колядное супокоение. Приучаем их тоже к традициям, к нашим семейным, и не только к семейным, и вообще, чтобы они ходили в церковь. Из Питера приехали. Приехали в гости, да, просто погулять. Просто погулять по Гомелю. Да, и вот пришли, увидели, что служба идет и зашли. Как вам наш храм, как служба? Все красиво, хорошо. Город Гомельян первый раз, очень красивый и замечательный. Замечательный семейный праздник, я больше так считаю. Всегда радость переполняет душу, когда ждешь этого праздника, как чудо какого-то. Всегда хочется радоваться на душе прекрасно. Всегда с семьей приходим в храм, молимся. Было бы здоровье у моей бабушки. А что с бабушкой? Она болеет. Мы желаем всем счастья, здоровья, чтобы этот год, который пришел новый, был для всех людей мирным, спокойным. Чтобы Бог благословил всех на добрые дела. Абсенсия свято-раства подчас богослужения разважают так. Бог приходит в наш свет в тишине Вифлеемской ночи. И сам факт его народжения – это уже наше наближение до Бога. Потому что каждый уже тем, что он человек, долучен и до тайны Христа. С этого часа мы не одиноки в свете. Христос стал человеком для того, как все люди, у тым лекутые, которые стратили всякую веру у себя, ведали, что Бог верит у нас. Верит так, что не боится сам стать одним из нас. Священномученик другого стагодия Ирине Леонский сказал так. Бог стал человеком, как человек мог стать Богом. Святые отцы нам однозначно говорят, Бог становится человеком для того, чтобы человека сделать по благодати Богом. Дать все то, чем он обладает, включая саму вечную жизнь. Блаженство дать нам. После завершения богослужения дорослых и маленьких частовали блинами, которые готовили сразу в дворы храма. Усяго их напекли около 8 тысяч. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Архиепископ Гомельский Жлобинский Сяфан с доброшенным визитом наведал Центральную городскую детячую поликлинику в Гомеле. И он сострылся с керауниством и персоналом установы, а так само маленькими пациентами. Поменьшовал всех со святом, подарил солодкие подарунки и не только. Гомельская Центральная городская детячая поликлиника – самая буйная у областных центров. На медицинском обслуговании тут находятся около 19 тысяч детей. Усёго это же хары ближайших микрорайонов. Вылучшается установа так само и своим отделением медицинской реабилитации и физиотерапии. Праца кабинета лечебной физкультуры расписана по годинах. Ведутся как индивидуальные занятки, так и групповые. Кожный день урачи-реабилитологи принимают тут десятки маленьких пациентов. Наша клиника пользуется большой популярностью. У нас работают самые лучшие специалисты в нашем городе. Мы стараемся, работаем над этим вопросом. И, конечно же, родители нам доверяют самое дорогое, что у них есть – это здоровье своих деток. Мы с удовольствием принимаем всех детей, стараемся оказать максимальную помощь. Доброчинный визит архиепископа Гомельского и Жлобинского Стяфана чекали с нетерпением. Супрацовненство поликлиники с епархией ведется плённое. Сустреч на переды дни святу и навод без нагоды традиционные. Господь говорит еще на Писании «Вера без добрых дел мертва есть». Поэтому надо спешить делать добро. И вот мы всегда приходим к деткам, к врачам, чтобы поздравить их с наступающим Божеством Христовым. Пожелать крепкого здоровья, чтобы не болели. А врачам я всегда желаю, чтобы был мир на их душе, любовь. И чтобы поменьше было в их пациентах. Чтобы были здоровые дети. Чтобы наша нация была прекрасная, здоровая, богатая, счастливая и жила в мире. До святок оляду Гомельская епархия подарила поликлинице специнвентар для кабинета реабилитации. Два массажные пероносные столы, которые могут выкористовываться не только во установе аллеи и за ее межами. Теперь, по слухе дома, для особливо тяжких пациентов будут еще больше доступными и якостными. Мы очень благодарны владыке, потому что подаренный инвентарь расширяет перед нами все возможности. Это то оборудование, которое позволит оказывать реабилитационную помощь не только в условиях поликлиники, но и это очень важно в условиях домашних, потому что не каждая мама со своим ребенком может прийти. Большую степень это касается детей инвалидов. И это важно для них получить адекватную помощь. Без уваги не застались и маленькие пациенты, которые подчас визиту шановных гостей находились у поликлиницы. Для их были подрыхтованы солодкие подарунки. Евгения Кухаронак, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гомель». Суды на коляды, это колецебе запрашают у подорожа с новогодними суперворотовальниками. Как принять удел урегиональной акции, присвеченной колядам, в «Гомель» приехали 250 хлопчиков и девчонок из всей области. Подрыхтованная забавляльная программа складалась из некоторых часток. По традиции гостей сустрели господары новогодних свят, а у Дед Мороз со Снягуркой. Разом с сказочными героями они организовали святошный карагод вокруг новогодней елки. После шага дети пустились в универогодное подороже с суперворотовальниками. Им необходимо было узнать ключ от Нового года. За время вот этого новогоднего марафона мы смогли поздравить более чем двух тысяч девчонок и мальчишек и подарить каждому подарок. Конечно, мы проделали большую работу еще до начала этого мероприятия. В начале декабря мы обошли этих ребят, спросили, что бы они хотели на Новый год, записали их пожелания. И каждая первичная организация Союза молодежи, пионерская организация, попытались осуществить новогоднее пожелание каждого ребенка. В этом году мы сделали особый акцент именно на такой адресной помощи, на домной помощи. Мы пришли к ребятам домой с Дедом Морозом и Снегурочкой, к тем ребятам, которые, возможно, и в новогодние праздники, а может быть и не только в новогодние праздники, не могут в силу тех или иных причин дойти до таких утренников, которые мы сегодня проводим. По завершении свято, каждый юный гость отрымал подарунок от организаторов и партнеров акции «Цуды на коляды». Шарауник, который проживает в Лясковичах, полезский Дед Мороз запрашивает гостей в свою резиденцию. И она будет работать до начала лютого, а тому еще хапает часу, чтобы наведать действительно сказочное место. В этом пероконавсе наш корреспондент Дмитрий Котов. У резиденции нацпарка Припятский гостей чекает соправданный святочный аттракцион. Первым их сустракая бядьмак. Его майон так побудованный у историчной мессы. Лечится, что ранее тут размещалось одно из самых старожитных полезских капичев. А древы, которые растут побачь, лечились святыми. Согласно этим поверьям, когда ко мне приходят дети, мы с ними завязываем вот такие ленточки у меня есть в корзинке специально подготовленные. Ну и считается, что если сильно верить и загадать одно из желаний и завязать ленточку, вот такую взять у меня и завязать на понравивше им живое дерево, то считалось, что желание сбывалось, потому что место на самом деле было священным. Далее хлопчиков и девчонок чекает встреча с головными новогодними персонажами – господарами резиденции, Дедом Морозом и Снягуркой. Дети худшей спешаются убащить любимых казочных героев и хором промовляют их имены. А тыя в свою чергу не стомляют протяглой паузой и одразу ж отгукаются. Здравствуйте, ребятишки и девчонки и мальчишки. Подросли, большие стали. А меня-то вы узнали? Дед Мороз я настоящий, из глухой дремучей чащи, где стоят в сугробах ели, где бураны да метели, где леса дремучие, да снега сыпучие. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я, и больших, и маленьких, шустрых и удаленьких. В этом домике своем дружно всей семьей живем. Святочную программу у резиденции Полесского Деда Мороза рыхтовали за некольки месяцев до открытия. Были уличены в опыт минулого года, але на этот раз вы решили повеличить колькость конкурсов и казочных персонажей. После представления дети отправляются у корчму. Тут их частуюсь блинами и горбатой. Але ж и на этом наведывание резиденции не обмяжовывается. Далее, подорожа по сафары парку, где мальзавседы можно сустреть лесных же хоров. Один из них, до речи, поселился на территории резиденции. Дедки вообще в восторге, в особенности, когда они идут от кудесника. Им говорят, что они сейчас увидятся с оленем. Они сюда приходят, он к ним подходит, так восторженно, он еще так любит голову поднять, идут, дети рады. Усяго за день резиденцию наведывают коля 500 человек. Группы приезжают с всей краины. Каждый день, как первый раз, выходим, встречаем детей с любовью, с дрожью в голосе, начинаем работать с ними. День проходит очень быстро, хотя у нас четыре группы каждый день. Группа по человек 150. Но чем больше детей, тем больше хочется с ними работать и веселее нам. Окунуться в соправданную атмосферу новогоднего свято можно до початка лютого. Минавито до этого часу будет працевать резиденция Полесского Деда Мороза. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Тренировки из поборництвы на траве без перепынку на зимовый сезон. У «Гомеля» открыли уникальный футбольный манеж. Буйная пляцовка накрыта над зиманным куполом в вышине усями поверховый дом. Сушастная система поветрообмену дозволяет займаться футболом и проводить поборництвы международного узроуни на протягу усяго года. Выхованцы «Гомельской» с Дюшар номер 8 на манеже у першиню. Однако уже сегодня яны сгуляют тут два матча в рамках международного футбольного турниру сиротспортсменов 2009 года народжения. Уражение от буйного, светлого и теплого манежа только додает запалу хлопчикам, худшей показать свои сдольности, ровесникам из России и Молдовы. Мне очень нравится тем, что можно заниматься тут круглый год и зимой, и летом. Зимой мы занимались раньше в зале. Уже будем тут тренироваться, тут будет, конечно, лучше. Все круто, впечатления вообще. Мы горь, мы силам, мы забьем красиво! Худка на многих спортивных афишах города з'явится новый адрес проведения матча. График занятков футбольных команд и расклад с поборництву расписаны далеко наперед. У студене лютым в учебно-тренировочные сборы по подрыхту цидаю чемпионату Беларуси тут проведусь гомельские, рыжеские и светлогорские футбольные клубы. Есть домовленности организовать на базе манежа товаристские спарринги по межмясцовыми командами и сборными суседних регионов Украины и России. И все ж таки не меньше ухил тренировочной базы на выхование молодого поколения футболистов. В городе Гомель занимается больше двух тысяч ребят футболом. Поэтому все они здесь уже попробуют свое мастерство в зимний период. Подготовлено расписание, где разные возраста здесь будут ежедневно. Фактически 90% отдаваться будет детям. До того ж, зараз идти набор у новую футбольную секцию дитячо-юнацкой спортивной школы номер 6, на базе якой и находится манеж. Займаться с наученцами тут будут четыре тренеры. Да их уже совсем худко придуть каля 200, желающих стать профессийными футболистами. Безумовно за потребование с плясовки велезарная, однако при этом она застанется доступна и для аматоров поганять мяч по поле. Манеж махчима арендовать. На урочистой церемонии открытия нового спортивного объекта Гомеля все трибуны на 500 глядацких местах были заполнены. Пожидаем, как такий аншлаг был на каждом из матча, который организуется тут в ближайшей и далекой будущем. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Мазырский район стал переможцем областного споборництва по доброупорадкованию. Диплом первой ступени был вручен и керавницей райвыконкома на опошнем посяжении областного выполненного комитета. С акрэтами по спеху подзекавилися наши корреспонденты. Старшиня Мазырского райвыконкома Алена Паулечка и сё не узгадывает ой день с хваляванием. Урешті быть переможцем саправды і приемна, і гонорова. У районі гэтая новина стала галунной. На протягу года зроблена саправды шмат. Процесс доброупорадковання у Мазырскім районі явна неразовая акція. Темболь, што работы ведутся одначасова по некальких накерунках. От культуры землекористання, де непосредна доброупорадковання. Необовязково они повинны быть масштабными, але заусёды необходными. Сюліта, наприклад, у Мазыры надалі новий выгляд Кургану Славы со створенням аллеи военной техніки. Працавали усе. На суботніки приходзіли работники предприємствов, депутаты, представники громадських організацій. Сяродстворанга у гэтым годзі так сама закладзінае у вересні аллея Маці. Древы тут садзіли люди, які унеслі значную кладу розвідцю района. Сюліта, даречі, зяленая зона Мазыршаны повеличилася більш як на 10 тисяч древ і кустарнікав. І в працях тема ушановання маці. У гэтым місяцей у 11-й школі адкрився музей жанчин Мазыршаны. На стэндах гісторія більш як 50 героїнь, якімі можа генаритця регіон. Очі много жэнчин у нас охватілі большой круг. І ветеранов, і герої Савецкого Саюза, і матерей, а також і політика, і лідзірства. Выдзілили все категории жэнчин. Дарыш і тематычны музеї зараз творэны ва усіх школах Мазырськага района, прышым многі адкрытыя ў гэтым годзі. Недзі сабралі матеріалы об історії населіных пунктів, недзі о природных асаблівастях. Тут саправды ёш шым ганарыцца. Тые ж Мазырскі яры, які можна назваць рызыночкай районнага центра. У перспіктыві унікальны мясовы ландшафт може стаць основой для розвиття особного туристичного ныкерунку. Нікаторые планы агучуюця уже зараз. Благоустроїць – це дополніць якімі-то аб'єктами інфраструктуру і проче, щоб це стало більш ізвісно, більш масштабно і може даже сказати і безапасній для того ж насеління, чим єсі час. Яшы адзі ныкерунок – створення соціяльной інфраструктуры. Тут работа так само ведецца одночасово по някальких позіціях. От створення дитячих городков до відкриття гандлівых центров. Все літа, наприклад, у городі з'явився гіпермаркет з гандлівой площою більш як 10 тисяч квадратних метров, де пропонують товары каля 40 арендаторів. Мясові ж горы кажуть, що гэта вельми зручно, калі у одним місце можна набыть усе необхідне. Городу нужен, такі в городі нет больших центров. Большой, очень красивый, просторный магазин. Об'єдіняєт себе очень много магазинов. Мазыр Расте. Все літа практично завершилася будівництва 11-го мікрорайона. Візнашено і ще някалькі плясовок, де у наступному годі будуть узводити жилье. 2020-й для Мазыра у Воголі стане особливым. І не тільки тому, що город означать 865-годовий юбілей. Згодно з планом Аблваканкам, а по доброупорадкованні населенних пунктів, у райцентри будуть проведені масштабні роботи. Більша, грандиозна программа разработана і согласовано на уровні Умерсько-обласного ісполнительного комітету з розложенням денежних средств по розширению наших улиц, тому що сьогодні ми видим в цьому необхідність благоустройства дорожного покрытия, придомових территорій, ну і, звісно, благоустройства города. Тому це касається і паркової зони нашого благоустройства. Ну і, звісно, не буде останавливатися на достигнутому, буде проведено капітальні ремонти нашого жилищного фонду. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампанія «Гомель» з Мазыра. У Гомеле працює унікальний для Беларусі вучебний кінологічний центр. У їм займаються школьники. Многі приходять на занятки со своїми годаванцами. А те, у кого їхня ма працює з вушебними жовелами. Занятки наведала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Навучальний центр по кінології для дітей і молоді відкрився у Гомеле цим летом. Проект реалізується обласним клубом спортивного і декоративного собаководства разом з головним управлінням едукації облавоканкама. Ідея його запуску існовала давно. Раней на протягу пяти годів діти займалися з собаками у непростисованых для цих умовах. Однак ця перу їх распорадженні, кабінет для теретичних занятків, так само фото і Грумзона, де спеціалісты проводять майстер-класы. У перспективі планується обсталявання в учебно-тренировочній пляцовкі для практичних занятків на стадионі Прамень. Зараз наведувальники центра працують на гэтай пляцовці. Тут я не спастигаюць не тільки основу дрісіровки, але і знайомецца з такими дисциплінами собаководства, як аджілити і фризби. Однак головна мэтта заздається навучить дітей кераваць своїм собакам. Для гэтага діті і падліткі приходять сюди з власними гадаванцями. Тим, у кого собаки нема, у адукаційному процесі допомагаються в учебно-тренировочній жовелі клуба спортивного і декоративного собаководства. Немецкі аучаркі, лабрадоры і ратривер. Учебна программа прадагляджує знаємства з професіями у голіні кінології. Об'єднання працює у теснім супрацівництві з кінологічними службами обласного управління департамента Аховы Міністерства внутріних справ і Гомельській мэйтні. Регулярно шкільніки наведують з екскурсіями гадавальнікі. Нікаторі з падлітка впевнені, що вже визначилися з будучай професією. Я дуже хочу стати кінологом і десь служити. Либо погранична витка, либо таможенна служба, либо МВД, МЧС. Мені не важливо, мені просто подобається роботи з собаками. А для звичайних людей я вважаю, що це дуже важливо, тому що для людей, який хоче завести собаку, потрібно знати якісь определені моменти, щоб навчити собаку переначально робити щось правильне, щоб потім не переучити. У програмі навучання закладзіний принцип ровний навучає ровного. У основу собаководства початковців присвячає керівник Гомельського обласного спортивного клуба і декоративного собаководства Алексей Хмелів. Затым до навучання приступають старіші хлопці і дзявчинки, які вже не один год працюють собаками. До речі, після підрихтовки діти можуть удзельничать со своїми собаками у виставах і спаворництвах кінологів. Ми єдинні, хто вперше ввел кінологію в систему доп. образування для дітей і молодежі. І хотілося б далі це розвивати, щоб у дітей була можливість мати профоріенту, щоб в днійшому вони могли служити як в силових структурах, так і в гражданських структурах, зв'язанній з кінологією, з ветеринариєю. Средній возраст – це 12-13 років. Але це не говорить про те, що дитина 8-9 років не може прийти, або більше старше – 15-16 років. Бо біляння. Головне – жальнення. А вже інформація буде подана на тому рівні возрастному, в якому в возрасте дитинах прийде. Харчування для живел, послухи ветеринара і аренда пляцівки оплачуються з членських узносів клуба спортивного і декоративного собаководства. Навучання у кінологічному центру – безплатне. Та учиться до команди можна у любий час – як підліткам, так і молоді в узрозі до 31-го года. Запись на занятки ведеться навіть у соціальних сетках. Вероника Гамзюкова, Ігор Маришченко, телерадиокомпанія «Гомель». Готи інші новини ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tevargomel.by. На гетеміпоск завершений. Дякую за увагу і до зустрічого ефіра.